Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру Unshrouded. Итак, мы с вами в прошлой серии победили босса в столице. И сегодня я хочу закончить все дела, которые у нас еще доступны в этих территориях, перед тем, как отправиться в новую локацию. У нас, получается, сейчас есть это вот зал умертвей. Я их оставлю на конец. И у нас тут впереди первое это диковины из пещеры, затем история рыбака, плюс здесь корень и здесь пустота подступает. Но я еще нашел при чтении сведения о мире, растения плевуны есть, точные угодья. Находится это примерно где-то вот здесь. Вот я поставил путевую точку, но почему-то она не работает. Поэтому мы первым делом отправимся туда. Я все сделал. Перемещаемся. Оп. Вот так опять не так сделал. Перемещаемся в древний шпиль разгульного леса. Итак, нам куда-то получается вот туда лететь. 400 метров. Летим. Надеюсь, прям туда и приземлимся. Потому что на карте почему-то здание не отмечается. Так, тут есть какая-то шахта. И вот оно. Это поселение. Да ладно, серьезно? Вы же вплотную, когда с вами дерешься, урона не наносите. Это у нас, наверное, все-таки глина. Да. Ладно, хорошо. Кабан ждет. Че, ждешь, да? Почему-то стреляет куда угодно, но только не в кабана, да? Да куда же ты? О, нам, кстати, нужен еще медок. Потому что у меня мед. Тучные угодья. У меня мед кончился, а нам нужно делать... Здесь, кстати, очень много фундука. Блин, а тут, наверное, лучше все-таки стрелять. Ну, понятно, что у них есть сопротивление. Они же сами ядом плюются. Но фундук я пособираю, потому что... Его выращивать нельзя. Так, ну и этот цветок-то... А, вот он. Ромашки. В принципе, можно будет собрать, че бы нет. Здесь пользы никакой. Там у нас, соответственно, записка лежит. Прямо в доме, да? Штаны волшебникам. Проклятые сорняки. Эти пустоши сплошь поросли сорняками. Я не успеваю пропалывать их. Они растут с невообразимой скоростью. А еще брыжут тухлятиной и гноем. На грядках все воняет. Не знаю, удастся ли спасти хоть что-то. Пропаде, но все пропадом. Придется начинать заново где-нибудь в другом месте. А эту землю можно оставить тупице Оскару. Все равно этот мерзавец мне никогда не нравился. Но записка прям один в один, да? Как и... В том же угоде, в котором у нас с вами находили первую записку. Так, свиток опыта, кстати, можно сразу будет его потратить. Ой, не туда. В принципе, здесь все. Поэтому давайте, наверное, перемещаться. Сюда и пойдем по истории рыбака. 400 метров. Я думаю, мы с вами тут пробежимся. Так, подожди. Стрелы заберу. Медная, отравленная. Опа, сундук. Нежданчик. Лук, но так себе. Так, наверное, я сейчас все съем. Потом у меня никаких бафов нет. Главное, на кабанов не нарваться. С кабанами неохота тут драться. Сейчас вообще сейчас не до них. Нам нужно узнать историю рыбака. Вот, кабаны все-таки меня догнали, да? Не получилось. Ты есть один. Играет рыбака. Она заставила рыбак. Надо в ней. Хорошо. Так, dispositивил камер. Ну, как же. Ап. Поехали мы. Каждый, как же. Теперь. Только вот еще. Аплодорожил. Аплодорожил. Байк-то. Как же. Аплодорожил. Аплодорожил. Вот лезут-то эти жуки, да? Смотри. Иди сюда. Ай, промазал. Поздно нажал. Ну, это как раз, скорее всего, записка, да? Они живут в глубине. История рыбака. Разгольный лес. Слухи оказались правдой. Прекрасные и радостные светлячки действительно искрятся, танцуют под водой. Их удалось заметить на рассвете, прямо под клубящимися волнами. Яркие огни засияли из глубины. И представьте, сразу после смерти Пайкмит. Пусть дураки смеются надо мной. Глаза-то не обманывают. Может, это знак? Вдруг она вернется. Неужто нам, наконец, улыбнулась удача? Пребывание в пелене пока, в принципе, не надо. Офигеть, они пруты. Просто пруты. Посмотри на них. Давай в дом, что ли, зайдем хотя бы посмотрим, что здесь есть. А здесь жуки. Почему-то другого я здесь и не ожидал, да? Нам, по идее, надо уже выходить. Да, мы же здесь закончили. Да, мы здесь закончили. Либо пройтись по пелене. В принципе, да. Да что с тобой происходит? Вот. Булаван. Просто здесь, блин, реки. И черт его знает. Как здесь лучше пройти, да? 500 метров, в принципе, давайте пробежимся. Я прокачал себе жестокую. Когда враг будет углушен, можно его добивать. Но, смотри, я бы, наверное, все-таки вышел. Подышать свежим воздухом. Но, возможно, там будет у нас с вами где-нибудь подъем. Дорога-то явно куда-то выведет. Вот, хорошо. Уже есть чем дышать, но... Уже стало темно. Я иду не туда, абсолютно. Мне нужно в ту сторону. Смогу я здесь забраться наверх? Ау! Да ты офигел! Куда побежал? Теперь уже все, не уйдешь никуда. Он решил меня все-таки добить, да? Ты смотри. Какая тварь. Но мне, получается, куда-то в ту сторону. Попытаюсь здесь наверх. Тихо, ничего не вижу. Сундук. А есть возможность туда залезть? Блин, там... Бэх, а муха опасна, хотел сказать. Но мне как раз, получается, в ту пещеру. Все, что ли? Да. Задание выполнено. Отлично. Тогда мы здесь все. Нам надо, получается, сюда перемещаться. Сейчас бы где-нибудь выйти на свежий воздух. Вот. Хорошо. Давайте пока вернемся на базу. Я все вещи повыкладываю. Поспим. И потом отправимся уже дальше. Ну что, мы, в принципе, добрались до вот этого места. Давайте искать корень. Потому что я искал, я найти не смог. Ну, может быть, я особо-то не искал, потому что там все-таки в пелене. Выше нет возможности забраться. Значит, даже вход быть снизу. То есть, где-то должна быть пещера. Как ни крути. Попрос только, где она. Вот пещера. Опять-таки, здесь время пребывания в пелене. Может быть, я здесь не видел какой-то проход? Может, туда наверх надо? Сыроежки брать не буду. А, ну да, наверное, здесь как раз и есть проход. Так, опять-таки, ничего не видно. О, здесь опять, получается, можно копать янтарь. Хорошо. А, ну вот, в принципе, и корень. Теперь моя очередь пострелять. Ты сдох. И тут янтарь есть. Ну, то есть, в принципе, получается, избавился от корня, да, я пошел копать янтарь. Вот вы псы. И промазал. Ха-ха. Жестокую атаку промазал. Вот ты пес. Все, от всех избавился. Не, там еще жучара есть. Конечно же. Как же без них-то? Ну, рубим корень. Отлично. Зачистка разгульного леса. Уничтожьте все корни пелены в разгульном лесу. Да, я за кадром тоже получил ачивку, связанную с этими, с часовнями в разгульном лесу. Я все их посетил. Можно, в принципе, пособирать сейчас здесь янтарь, да. Вдруг еще пригодится. Ты смотри, бегут. Я же вроде уже от всех избавился, но нет. Кто-то еще здесь есть. Так, где-то здесь можно было покопать. Да, вот янтарь. Я тогда сейчас быстренько за кадром покопаю. Все, покопал. У меня даже кирка сломалась. Вот такую выкопал пещерку. То есть, вот получилось у меня собрать 152 янтаря. Это по полностью прокачанной возможности каменщикам. И плюс медная кирка. Окей, мы выходим с вами из пещеры. Тут даже есть сундук. Губитель. Ну, у нас тоже, по-моему, губитель стоит. А, нет, у нас лук вожака павших. На вид они одинаковые. 15 уровень здесь 20. Его я разбираю. У нас легендарный, поэтому смысла в этом нет. Так, камни, наверное, пока, в принципе, тоже оставлю. Мы с вами идем дальше по зданию. Вот поэтому пустота подступает. Не знаю, как мы с вами здесь будем пробираться. Сможем ли мы вообще здесь как-то пробраться. Нам бы вот тут бы наверх попасть. Вообще было бы, конечно, шикарно. Либо там есть какой-то подъем, но я особо сильно не уверен. Ну, ладно, пойдемте. Ах, ладно, чуть-чуть не получилось. Но, походу, реально где-то наверху это все дело. Потому что тут вариантов никаких нет. Может быть, через пещерный проход. Но не факт. Мне бы здесь как-нибудь залезть. А, может быть, я здесь могу залезть. Было бы прям хорошо. Да, здесь есть дорожка. Хорошо. Дорожка нас куда-то да выведет. Слушайте, а это получается еще один зал умертвий. Сто процентов. Да. Это еще один зал умертвий. Крестяной ключ из разгульного леса требуется, чтобы его открыть. Мы, наверное, в принципе, сможем здесь поставить алтарь. Я могу, в принципе, поставить еще два алтаря. Да. Я просто планирую, когда уже пойдем по заданию, связанному с каменщиком. Да, вот этот вот поиск инструментов. Я вот этот вот алтарь разберу. И, возможно, даже вот этот вот разберу алтарь. Потому что мы будем переходить в новую территорию. И там я его лучше поставлю. То есть я протонусь сюда, разберу. Протонусь сюда, разберу. И мы, в принципе, здесь пробежимся к этим инструментам. А пока... А пока, да. Здесь, получается, мы ничего не сможем сделать. Нам нужен ключ. Поэтому нам, скорее всего, нужна наша шестая ремесленница. Может быть, я тогда здесь поставлю алтарь. Чтобы можно было сюда переместиться по-быстрому. Хорошо. Возвращаемся тогда себе на базу. Разгрузимся. И идем в зал умерт. Потому что здесь, получается, я все, что планировал, я все сделал. Мы везде с вами посетили. Здесь, соответственно, когда зачистим залу мертвей, получим ремесленницу. Тогда сможем туда попасть. Скорее всего, она будет нас с вами делать ключи. Как-то так. Ладно. Возвращаемся на базу. Увидимся с вами уже возле залу мертвей. Так, у нас с нами хочет поговорить кузнец, оказывается. Железные сердца. Смотрю, духу тебя не занимать. Что ж, отпрыск пламени. Поделюсь с тобой секретом. Лучше железную руду можешь добыть только в шахте Риджбек. К сожалению, находится она далеко в пелене. Но если сумеешь поднять свой уровень сопротивления ей, тебе ничто не остановит. Новое место на карте отмечено. Ага. Железные сердца. Ну, это у нас есть задание, получается. Давайте мы... F показать на карте. Офигеть, ты серьезно? Ха, до железных сердец нам еще и... Ого-го-го-го, сколько идти. Ясно. Ладно, я сейчас разберусь, и мы с вами встретимся уже возле залу мертвей. Ну что, добрались до залу мертвей. Поехали. Я все вне записи пройду. До того места, где у нас игра с вами вылетела. Я уже об этом говорил. Поэтому поехали. Посмотрим, что нам сможет предоставить... новая ремесленница, если опять-таки игра не вылетит. Да, кстати, у нас навыки появились. Я пока там янтарь копал, у меня опыт поднялся. Я думаю, надо как-то нам с вами идти еще. Знаете, мы с вами используем жезлы. И вот тут все у нас прокачка на жезлы идет. Но и нам надо дробящий урон в ближнем бою. У нас сейчас какое оружие стоит? Дробящий. В принципе, дробящий и здесь тоже хорошо, да? А здесь огненный у нас. Ну хорошо, давай тогда качать дробящий. Здесь еще, да? Пора молотить. Еще на двадцатку увеличивается. Мы, в принципе, и здесь пронзающий и режущий прокачаем. Но потом... Одноручными мечами и топорами... В принципе, тоже можно качать. Но у нас нету... У нас же не меч. Не меч. У нас булава. На булаву. Что-то я особо не нашел. Никакой прокачки. Здесь телосложение. Это двуручные молоты. Ну, двуручные молоты мне тоже неинтересны. Двуручное оружие мне неинтересно. А вот здесь бы, да, в сторону жезлов я бы тоже прокачался бы. Ну, магический урон, кстати. Можно. У меня одно очко атрибута. Давайте тоже прокачаем. Ну, вот. Пусть будет как-то так. Ну, вперед. Я особо собирать ресурсы не буду. Главное, побыстрее пройти. Кстати, по поводу того, сколько требуется ключей, рун вот этих собирать. Вот палочки на барьере указывают. То есть, если яркая, значит, осталась еще одна руна. Если потухшая, значит, я уже руну собрал. Здесь у нас с вами было две руны. Одну собрал вон там, а одну у нас вот здесь вот. Барьер разблокирован. Так, ну что. Я здесь вроде все зачистил. Барьер снял. Игра пока не вылетела. Все хорошо. Здесь очень много трупов валяется. Я забыл взять с собой лекарство от холода. По защите от холода. Поэтому пришлось, конечно, так. Но я сейчас хорошо им наношу урон. И даже то, что я пропускаю, не страшно. Я очень, если честно, быстро пробежал по всем этим залам. Один раз, кстати, умер. Потому что у них прям было целое уйма. И меня просто разорвали. А так, в принципе, справились мы легко. Барьер открылся, да. И они вот сейчас как раз все повылазили с барьеров. Этих с косами я всех уже поуничтожал. Вот опять вот повылазили. Но опять-таки это просто мелочь. Это, а, вот это, кстати, не мелочь. Этого надо уничтожать. Потому что мне все ноги замораживать, зараза. Вот, в принципе, и все. В принципе, и все. Есть ли смысл тут пройтись по этим... По сундучкам? Я не помню. Тут что-то, по-моему, может быть, было полезное. Тут-то я от всех избавился. Они как раз все отсюда-то вылазили. А, ну еще один блок, в принципе. Вот, лосьон на защиту от холода. Хорошо. Его можно, в принципе, сразу и употребить. Так, у меня закончилась... Это... Чай. А, не, чай еще есть. У меня закончился попкорн. Семерочку. Мед надо собирать. Надо собирать мед. Надо, вообще-то, что-то какое-то другое. Средство. От... Для восстановления выносливости. Потому что у меня ничего нормального такого нет. Ну, здесь вроде как он... Должен был выйти. Потому что у него был этот... Руна у него была. Поэтому... Мужик с косой отсюда вышел. Здесь тоже блоки. Хорошо. В принципе, найдем эту ремесленницу, да? И построим ей домик как раз из-за... Вот этих вот блоков. У меня уже такая задумка есть. Надеюсь, я дошел. Потому что, в принципе... Тут уже все. Тут ничего нет. Скорее всего-то оно и есть, да? Топор озноба. Оружие ближнего боя. Но этот топор, конечно, получается у нас... Во-первых, он 10-го уровня. Во-вторых, он, скорее всего, двуручный. Да. Двуручный топор мне не интересен. Вот жалко, что, опять-таки, нет никакого... Никаких стоек для оружия. Было бы, конечно, интересно бы... Вот эти вот легендарки оставить, не разбирать. Возможно, я их буду оставлять. Возможно, появятся потом... Стойки. И мы будем их использовать. Так, тут, может быть, что-то можно пособирать еще, да? Ладно, возвращаемся. Мы вернулись в самое начало. Мы можем возвращаться к себе на базу. Сейчас поставим последнюю ремесленницу. Посмотрим, что она в итоге нам сможет предложить. Скорее всего, возможно... Даст ключ... Для зала у мертвей в разгульном лесу. Здесь мы... По идее, задание мы с вами прошли здесь. Зал у мертвей. Да, у нас тут просьба кузнеца осталась. О, кстати, проклятый клад. А это где? А, не вижу. Не вижу проклятого клада. Давайте еще раз. Где-то здесь проклятый клад. Да вы издеваетесь, что ли? Я аж тут уже везде был. Везде уже здесь был. Ну ладно, попробуем протонуться через шпиль. Но давайте сначала здесь разберемся. Я много что буду, получается, вырезать. Поэтому будем сейчас довыполнять все, что здесь можно выполнить. Так, давайте тогда все это дело оставлять. Стрелы. Стрелы, наверное, я опять-таки тоже возьму с собой. Пусть будут. Топор тоже я выложу. Окей. Так, посох призыва. Давайте ее призовем. Ну, к себе в дом что-то я особо не хочу ее, да? Давайте поставим ее где-нибудь вот здесь. Подожди. Я сейчас посох выложу. И мы с тобой поговорим. Подожди, надо починиться. А то я потом забуду. О. Коллекционерка вашим услугам. Наконец-то. Свобода. Благодарю тебя, друг мой. Имена сотканы из дыма и звука, а потому мимолетны. За всю жизнь у меня их было не меньше, чем песчинок в часах. Впрочем, если так угодно, зови меня Алденом. Я луч света, манящий в ночи. Тусклая звезда среди воющих северных ветров. Коллекционер, рвущий мирские цепи и обнажающий для тех, кто готов, все скрытое за вуалью. Уверяю тебя, плата за это невелика. Ну да, конечно, что-то я сомневаюсь. Черепа наших врагов. Безумные умертвия исполнены злобы. Их нужно освободить, вернуть во власть судьбы. Не дай этому кипящему гневу одолеть себя. Разможи его кости, вырви золотые зубы и принеси мне голову одноглазого чудища. Обитающего в тех глубинах, что мы смогли испить из его черепа. Соберись силами и не забудь изготовить ключ, чтобы спуститься. Новое задание. Довильня. Эктоплазмы для коллекционера. Благословение пламени. Мой ясноглазый друг, люди следуют за тобой, но почему? Я вижу в твоей груди трепещущий свет, сдерживаем плотью и костями. Вероятно, тебе удалось то, на что мне не хватило сил. Все зовут тебя Отпрыском пламени, верно? Выходит, оно способно как благословлять, так и проклинать. Друг мой, пути судьбы, что свели нас вместе, поистине непредсказуемы. Новая история умертвия, коллекционер и утпрыск пламени. Ветер порчи. В ветре что-то есть. С каждым вздохами чувствую, как мои легкие наполняются ядом и зловонием. Что это? Очередное проклятие? Ах, пелена. Смрадный туман, который губит смельчаков и глупцов. Нас с тобой коснулось пламя. А значит, о бедах смертных можно лишний раз не беспокоиться. Коллекционеры пели нам. Одноглазые твари. Оно было рождено в далеких горах, недвижимых и неделимых. Северный ветер унес его на глубину. Оставалось лишь взирать на пляшущие на горизонте огоньки. Сполохи ввлекли к себе, как огонь манит мотыльков. Разжигали желания. Жажду удалось утолить, но все обернулось проклятием. Существование проявит к тебе милосердие. Так пусть и от тебя его не дождется. Одноглазые твари. Ну и давайте посмотрим, что он может нам с вами изготовить. Костяной ключ из разгульного леса он с вами может приготовить. Поэтому мы его, соответственно, изготавливаем. Заклинание. Потоп костей. Сосуд для призыва черепов. Стрелы костяные он может сделать. Эктоплазменный самоцвет. Зачем он нужен? Это материал, кстати, получается, да? Угу. О, столы новые есть. Уют-3 дают. Окей. И стулья. Ну, это можно будет сделать. Допустим. Освещение есть еще. Это все для него. Для него, для коллекционера. Так, буфеты. Ну, это нужно запопеленное дерево. Смотрится вообще прикольно, красиво. Ну, и всякие разные полки. Угу. Я могу взять вот этот вот стол, да? И этот стул я хотел сделать. 8 самоцветов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, все. Не хватает кремния. Ладно. В общем, мы все, что смогли, сделали. Это я сейчас все повыкладываю. То есть, это сюда. Это сюда. Это у нас материал. Поэтому нужно его положить в зону доступа. Сложим здесь. Ну, и давайте посмотрим по заданию. Да, у нас появилось новое. Так, проклят клад, сейчас мы пойдем выяснять. Вот. Довильня эктоплазмы для коллекционера. Коллекционер поведал о залах у мертвых, находящихся во разгульном лесу. Нужно добраться до указанного места, спуститься вниз и одолеть обитающего там одноглазого зверя. За чью голову удастся получить новые чертежи. Такой подход потребует серьезной подготовки. Да и союзников собрать не помешает. Но мы и без союзников справляемся неплохо. Но уже, наверное, скорее всего в этой серии я этого делать не буду. Потому что те уже залы у мертвых нужно проходить нам с вами в записи. Плюс нам нужно изучить случаи в катакомбах до конца. И проклятый клад надо найти. Поэтому я выберу как активное задание. И мы с вами перемещаемся, получается... Где-то здесь, получается, у нас есть, да? Либо с дома, либо с какого-то шпиля. Но со шпиля, наверное, я не долечу. Ну, давайте попробуем. Там мы получим какой-то новый меч. Так, я, наверное, сразу сейчас... Вот чай из ромашек прям очень хорошо долго действует. Попкорн самое меньше всего у нас. Раскопайте могилу на законных основаниях. А, так мне надо было могилу раскопать. То есть я нашел какую-то запись, да? И не увидел этого момента. И... Не смог раскопать. Нам, получается, аж на ту сторону. Блин, я надеюсь, что я долечу до той стороны. Да, нормально, долетаю, хорошо. Так, зона воскрешения всякий пожарный. Я так чувствую, что я зашел не туда, получается, да? Нет, мне надо, получается, оббегать это дело. Ну, ладно, оббежим. То есть у нас, по идее, здесь еще два задания, не считая залу у мертвей в разгольном лесу. Но, опять-таки, я уже повторюсь. Это будет у нас в другой серии. И не факт, что в следующей, потому что я в следующей хочу уже пойти за инструментами каменщиков в новую территорию. Получить новые ресурсы. Новые возможности. Так, там у нас цветы. А мне нужно найти чью-то могилу. Где-то здесь. Ну, пошли искать. Ну, пошли искать. Я собираю... Хотя бы, дожди, с них-то можно пособирать. Там же эти даются. Споры пелены. А споры пелены нужны. Жуков я уже собирать не буду, потому что у меня от жуков уже там просто уйма, опять-таки. Ткань потом я удалю, конечно. Так, где-то здесь надо раскопать. Чью-то могилу. Вот где ее копать? А может, надо прямо здесь ломать? Не, мне кажется, должно как-то копнуть, и все должно появиться. А, вот я надо копать-то. Так, это не то. Может быть, здесь-то да? Да, отлично. Меч мы с вами получили. Насколько он хорош? На 11 уровень. Ну, в принципе, его можно будет прокачать. 160, 160. В принципе, одинаково, да? Единственное, что вот он на 11 уровень. Он будет синим свечением. А, я здесь уже не выйду. Надо искать воздух. Так, ну там у нас, по-моему, недалеко была башня этого. Алхимика. Да. Так, хорошо. Мы, получается, с вами выполнили это задание. Надо вот это вот выбрать. Теперь случай в катакомбах. Показать на карте. Вот что ты хотел этим добиться? Непонятно. Ладно, перемещаемся, получается, мы с вами на шпиль. Так, мне куда-то сюда, получается. Да, я никак не могу понять, что я там должен был найти. Я вроде нашел вход, но не понял, где он. Надо как-то повыше, получается. Не, он говорит, что место ниже. Как ниже, когда, блин. Может быть, прямо сюда надо? Только, пожалуйста, не упади туда, куда я не хочу. Так, ну искру я возьму здесь. Ладно, так уже и быть, раз я здесь. Говорит, ниже. Как ниже-то? Да, что ты будешь делать? Ой-ой-ой-ой, как больно. Так тут нигде не было прохода никакого. Какие катакомбы? А, вот эти катакомбы. Туда же есть записка. Все. Подземные чудовища. Нес себе строительные материалы, и тут земля под ногами словно зашевелилась. От испуга я споткнулся и упал, ударился головой. Очнувшись, почувствовал что-то на своей ладони. Вдруг этот паразит вонзил в мою плоть свои острые клыки. Я дернул рукой, вскочил и попытался раздавить гада, но тот успел зарыться в землю. Пока не извлечу руку, работайте без меня. Хорошо, это нам получается сюда. Угу. Здесь у нас раскрешение. Вот, тогда в принципе ладно, тогда мы пришли по нужному адресу. На самом деле, получается, было внизу. Нам нужно найти каменные блоки. Давай быстрее. Вот как так-то? Не поставил блок? Эх, был бы стелс сейчас, да? Поторопился. Ну и что здесь, в этом зале? А, тут кнопка какая-то. А что, где-то есть дверь с кнопками? О, медные слитки нашел, ничего себе. Угу. Кнопочка, чтобы стрельнуть. Без проблем. Эх, зачем опять собираю? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я просто не очень понимаю В какую надо было мне дверь зайти Чтобы кнопочки Активировать Так, здесь не пройти А, ну кнопочка нужна как раз Это как Получилось Так, а где же мне кнопочку-то найти? Ага, а вот и кнопочка Субтитры сделал DimaTorzok Место выше Ну вот Средства в пелене уже можно в принципе взять Да, кстати, может быть Использовать еще вот это вот средство Ау! Ха-ха, тут окажется была подстава В смысле? О! Так, ну вроде как сказали, что место выше Я в принципе выше-то и иду Так, ну вроде бы О, свиток опыта Сразу можно в принципе его потратить Ну только честно, я особо не вижу Увеличился у меня опыт или не увеличился Надо будет как-то потестить эту систему Потому что я пока не замечал Что опыт реально прибавлялся бы О, здорово! Угу Ты придешь ко мне или не придешь? Я, конечно, понимаю, но ты уже не оборзел ли Сквозь текстурку-то бить Подожди, я занят Сквозь текстурку-то бить Открыть Так, во-первых, у нас здесь что-то было, да? Я нашел блок. Все. Хорошо. Это можно, получается, будет выйти. Здание выполнено. Но мы сейчас тот зал еще обыщем. А, ну вот как раз я здесь-то и был. Да, я отсюда поднялся. Я как раз сюда и хотел пройти. Отличненько. Давайте тогда дальше смотреть. Здесь явно что-то должно быть полезно. Правильно? Правильно. Щит героя. Вроде как здесь все. А здесь, интересно, можно... А, нет, я под покровом пелены все равно остаюсь. Тут главное только выход найти. А, все, в принципе, я уже его и нашел. Стемнело. Надо найти выход, чтобы можно было протонуться к себе домой. Так. Ну, наверное, я смогу где-то здесь подняться. Либо просто, кстати, вот этот пролететь. О, кстати, надо будет дерево срубить. Там не надо будет запопеленное дерево много. Серьезно? Говорит, нет места. Нет места. Сейчас посмотрим. А, ну вот. И вот, кстати. Блин, мне не нравится, что вот так вот, вот эти вот ветки, они потом разлетаются, черт знает куда. Потом ищи, свищи в поле ветра, так сказать, да? Нельзя было как-то это по-другому сделать. Чтобы можно было... Ну, либо когда они падают, собирать автоматически, что ли. Ну, вот еще здоровое дерево срублю и пойду. Так, вроде все. О, отлично. Перемещаемся к себе на базу. Все, починились. Никто ничего сказать нам... О, хочет. Это безликое существо. Общение с нашим новым другом мы оставим тебе. От его одежд и дыхания разит гниением. Он постоянно шныряет возле алтаря, разглядывает пламя, угли, пепел, но в глазах ни единого блика. Воющий пик и то вселяет в меня меньше страха. Ну, это мысли просто о коллекционере. Окей. Эти молчат. Может быть, что алхимик скажет. Алхимик тоже хочет сказать. О коллекционере. Окей. Отправить тебя в зал умертвых было моей идеей, а значит, вина за встречу с нашим новым спутником тоже отчасти лежит на мне. Ты же знаешь, меня направляет свет, а это существо явно тень. Отказать ему в приюте было бы неправильно, но терять бдительность не стоит. Существо искажает полотно судьбы, вносит на него хаос и раздор. Я чувствую сильную темную энергию и не знаю, что является ее источником. Так, можно, кстати, уже переходить на целеб... А, нет, на целебное зелье большое не хочу переходить, потому что требуется мед. Мне мед нужен для чая. Так, эти ребята вообще по барабану на коллекционера. Крестьянки, в принципе, тоже все равно абсолютно. Ладно, в общем, давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Просьба кузнеца. Это на новую территорию. Поиск инструментов каменщика, новая территория. Здесь у нас старой. Железные сердца на новой. И обелиск тоже на новой. Поэтому мы, получается, вот в эти залы у мертвей с вами не пойдем. Хотя мы можем переместиться, чтобы открыть залы. Да, давайте попробуем, чтобы нам с вами ключ с собой не таскать. У меня же ключ с собой. Я вроде как его создал. А куда я его делал? Подожди, может, я его куда-то выложил? Нет, это топор озноба. Это не то. Так, подожди, подожди, подожди. У нас тут еще есть целый блок. Из старого камня. Да, куда же тогда я делал ключ? Вопрос. У меня аж точно он был, правильно? Я никуда его выложить не мог. Давай еще раз. В адвентаре ноль. Подожди, а куда же тогда я его делал? А, вот он его выложил куда. Все, хорошо. Так, вот этот вот щит я разберу, потому что у меня щит более крутой. На 11 блока. Его я удалю. Значит, этот тоже удалю. Этот меч пока оставлю. Он, в принципе, интересный. Посмотрим, как он будет дальше смотреться. Так, у нас еще есть одна голова. Так, пройдемся тогда по этим... По ящичкам. Так, уже не хватает места, да? Ну, эту ткань тогда я удалю. Вот эту тоже тогда я удалю. Ага, еще одна есть ткань. Тоже удалить. Еще куча всяких заклинаний. Но не знаю, буду я им пользоваться, не буду. Посмотрим в дальнейшем. Ну, значит, по-любому смотаемся с вами. Посмотрим на эти залы у мертвей. Песок тоже сюда. Грязный дорожный блок тоже сюда. Так, ну и ветки у меня, получается, где-то были там. Я только, наверное, посплю. И ночью я идти не хочу. Ну, что, опасно? Все, да? Отлично. Поспали. Почти не поспали. Просто легли и тут же уже рассвет. Ладно, перемещаемся, получается, сюда. А, подожди, стоп. Я не взял ключ. Я сейчас бы пошел бы, конечно. Ага, молодец. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, визуально, получается, начало точно такое, абсолютно точно такое же. А, нет, там, получается, какие-то есть двери новые. Ладно, мы открыли с вами залы у мертвей. Что я и хотел. Поговорить он со мной не хочет. Возможно, в следующей территории, да, там, будут свои залы у мертвей. Там тоже потребуется свой ключ. Опять-таки, нам нужно собирать фрагмент эктоплазмы по-любому, потому что там уже требуется на новый, да? Я, может быть, за кадром построю домик из его блоков у мертвей, да? Будет зал такой небольшой. Возможно, такой же будет, как и у алхимика двухэтажный, но немножко подальше. Вот ближе он туда вот к пелене. Или вот, кстати, вот здесь можно будет построить неплохой, мне кажется, будет вариант возле дорог, прям на перепути, так сказать, пути. Здесь потому что дорога упирается прямо в мой дом. Ладно, продолжим с вами, друзья, уже в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен, Рутуб, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.